Праздничная суета в Китае испытывает на прочность даже интернациональную дружбу и отзывчивость. В эти дни на железнодорожном вокзале в Ухане можно увидеть группу студентов-иностранцев. Они подключились к волонтерскому движению и помогают горожанам без проблем отправиться в новогоднее путешествие. Яниса Маракун родом из Шри-Ланки. В Ухане она получает степень доктора философии, и это ее первый опыт работы волонтером. Впечатлений у девушки много, ведь этот транспортный узел один из самых напряженных в праздничные дни. Моя задача указать терминал, с которого уходит нужный поезд, и показать к нему дорогу. Когда ко мне подходят пассажиры, я помогаю им. Даже вещи могу поднести, если нужно. В этом году 15 иностранных студентов из 12 стран решили подключиться к волонтерскому движению и предложили свои услуги железнодорожному вокзалу. Все эти ребята уже давно живут в Китае и прекрасно владеют языком. Поэтому общаться с местными жителями им не только легко, но и приятно. Видя, что я иностранка, пассажиры в шоке. Ой, она же иностранка, говорят они. А как же с ней разговаривать? Я не умею по-английски. И когда я начинаю говорить по-китайски, их лица расцветают счастьем. Китай открыт и все больше вовлечен в международную жизнь. Поэтому для меня неудивительно встретить здесь волонтеров иностранцев. Уже седьмой год подряд иностранные студенты приходят к нам на помощь на праздник весны. Они работают в самый пик пассажирских перевозок с 24 января по 23 февраля. Кто-то работает в справочном бюро, другие обслуживают поезда. Развитие высокоскоростных железных дорог в Китае сделали новогоднюю поездку домой комфортной и доступной. Поэтому все больше людей предпочитают поезда самолетом. Растет пассажиропоток. В этом году Уханьский транспортный узел подготовился к 22 миллионам поездок в период праздника весны. Это на миллион 300 тысяч поездок больше, чем год назад. Работникам железнодорожного вокзала помощь волонтеров более чем необходима. И иностранцы-добровольцы, которые владеют как минимум тремя языками, удачное решение проблемы.